МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какова роль гражданских активистов в наведении общественного порядка и как они противостоят незаконной торговле алкоголем? О взаимодействии общественников и полицейских говорим сегодня. В нашей студии член общественного совета при главном управлении МВД Самарской области, руководитель общественного движения «Народный контроль» Ильнур Гамбаров. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Ильнур. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в последнее время наметилась такая активизация деятельности общественников. На ваш взгляд, с чем это связано? Связано, на самом деле, очень просто. Людям надоела та ситуация, в которой они находятся. Огромное количество жалоб на протяжении многих лет поступало участковым, поступало прокурором, поступало в Роспотребнадзоры, во все инстанции. Ну, явной такой реакции народ не получал. Не было обратной связи, народ не чувствовал, что его слышат. Мы решили эту ситуацию на своем уровне, насколько это возможно поменять. Мы понимаем, что невозможно изменить мир, но изменить свой район, хотя бы свой город, вполне возможно. Мы это на примере сейчас активно доказываем. Продолжаем это делать. Какое преступление вы будете действовать? Вот о каких проблемах вы говорите? Что будете искоренять? Если в рамках народного контроля идет речь, то это противодействие алкоголизации населения, в первую очередь. Значительное количество преступлений, по открытой статистике, имеющихся в открытом доступе, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это уличная преступность. Это то, от чего страдают простые граждане. То есть это неквалифицированная преступность, это неорганизованные преступные группировки. Это обычная бытовая уличная преступность. Выпил, украл, опять выпил. Сел за руль и так далее. Сел за руль и да. То есть у нас есть направления, которые этим занимаются. Ну, я не знаю, повезло, можно сказать, или не повезло. Но в нашей области приехал, был назначен новый генерал МВД. Да, так ярко о себе, громко заявил. Да, который ворвался в нашу провинциальную жизнь просто, ну, как бы, очень неоднозначно. С первых дней активно начал вникать в работу, активно начал изучать проблемы региона, где ему предстоит работать. И понял, что, в принципе, то, что он налаживал, там, будучи руководителем МВД Кировской области, он те же самые проекты вносит и здесь. Потому что проблемы у людей по всей стране, они одни, на самом деле. Да, мы живем в одной стране, и проблемы у народа, проблемы у граждан, они одинаковые. Соответственно, здесь одним из первых его решений было создание общественного движения «Народный контроль», которому буквально… Вы являетесь его лидером. Да, соответственно. Вот, которому буквально две недели всего, то есть проект «Новорожденный». В стенах Самарского госуниверситета две недели назад было подписано соглашение о взаимодействии между ГУМВД России по Самарской области и общественной организацией «Союз потребителей». То есть сейчас вы начнете набирать активистов, да? Ну, уже начали, уже начали работать, ведется по области около трехсот человек, по Самаре, из них 150 по Самаре. Буквально сегодня с генералом Солодовниковым были в университете, общались со студенчеством, отклик есть, это уже третий университет, который лично я посетил совместно с генералом. Но отклик от студентов и от профессорско-преподавательского состава есть. А почему вы делаете ставку на студентов? Поехали сразу по студенческой молодежи. Других вот как-то не рассматриваете? Ближе, ближе, роднее. В прошлом сам как бы, да, студент. Это, понимаете, студенчество более гибкое, более гибкий слой общества, который проще. Проще раскачать, проще включить в общественные проекты, потому что, ну, ни для кого не секрет, да, что с возрастом у людей там свои проблемы какие-то. Семья, работа и так далее. Семья, работа, да, и может быть они и хотели бы что-то поменять, но они как-то предпочитают этого почему-то не делать. Хотя в наш проект включаются, у нас есть даже и пенсионеры. И очень интересно наблюдать, когда пенсионер говорит, что я вот помню, я там в 50-х годах участвовал в этом же самом, потом все куда-то делось, прошло 20-30 лет, и сейчас все возвращается. Илья, ну скажите, пожалуйста, а что могут сделать студенты? Вот вы сделали такую ставку на студентов, а что они могут сделать в борьбе с алкоголизацией населения? Вот какие у них задачи, полномочия и функции? Задачи и полномочия у них на самом деле такие же, как у любого гражданина. Во-первых, что касается, например, работы в торговой точке. Любой гражданин в рамках закона о защите прав потребителей имеет право спросить лицензию на продажу алкоголя. Точнее даже не спросить, она должна находиться в торговой точке на видном месте. Вот действительно, почему мы должны спрашивать? Спрашивать мы не должны. Не каждый, да, вот. Но, но, как бы, поскольку ее нет, соответственно, часто, да, соответственно, она нигде не висит. Поэтому для реализации своих прав, как потребителя, можно спросить лицензию, можно спросить сертификат на какой-либо товар, в том числе и на алкогольный товар. Можно изучить этот товар визуально, потому что есть часть товаров, например, везенных в Россию незаконно из соседних республик, алкогольной продукции в том числе, ввоз которой запрещен, он реализации не подлежит. Соответственно, такие моменты можно выявить. Вы можете, у вас есть полномочия для того, что вот у вашей общественной организации, народный контроль, такие полномочия есть. Вот чем они подкреплены? Потому что вы общественники, да? Они подкреплены федеральным законом о защите прав потребителей. Это есть полномочия, они есть и у вас тоже. Может быть, вы просто об этом не знаете. Они есть и у вас тоже. Вы достаточно открыть закон о защите прав потребителей и посмотреть все ваши права. Эти права может реализовать любой гражданин, независимо от того, включен он в проект народный контроль или не включен. Мы, конечно же, со своей стороны призываем всех включаться в этот проект, но информацию, которую нам предоставляют общественники, информацию, которую нам предоставляют студенты, она во многом очень полезна и является основой для нашей работы. В процессуальном плане активистов народного контроля их используют в качестве очевидцев правонарушения административного, в качестве заявителей, в некоторых случаях в качестве понятых. Это абсолютно законно, я, на мой взгляд, считаю эту позицию законной, потому что какой-либо заинтересованности или каких-либо служебных отношений между сотрудниками МВД и активистами народного контроля их просто нет. Поэтому нельзя считать, что активисты народного контроля будут заинтересованы в статистических показателях или в каких-то иных показателях работы МВД. Это просто их желание, это их мнение, но это, в конце концов, их право объединиться для защиты своего города, для того, чтобы свой город сделать лучше. А чем будет компенсироваться все-таки вот это желание сделать свой город лучше? Предусмотрены какие-то компенсации, кроме моральных, так скажем, морального удовлетворения, что вот я тут приостановил незаконную продажу алкоголя? Вопрос понятен. Да, предусмотрено. В настоящий момент генералом Солодовниковым изучается вопрос о том, чтобы примировать, вознаграждать сотрудников общественных организаций в размере от 150 до 200 рублей в час. В принципе, это довольно-таки нормальный стимул в плане материального. Кроме того, все активисты общественных организаций, не только народный контроль, но и ночного патруля, и добровольно-народной дружины пройдут обучение на базе учебного центра МВД. Обучение, оно несложное, это буквально, то есть сейчас разрабатывается формат, я думаю, это будет один-два дня. Это основа законодательства, это основа общения с гражданами, просто чтобы люди понимали, да, кто они, в каком они статусе и для чего они вообще туда идут. Также каждый сотрудник общественных организаций будет застрахован, его жизнь и здоровье будут застрахованы на уровне МВД, так как, ну, естественно, это деятельность общественная, и никто не ждет от общественников, что они будут как-то на переднем плане борьбы с преступностью, это, в конце концов, не их задача, они платят налоги, и для этого есть полиция. Но, тем не менее, бывает всякое, это жизнь, и жизнь и здоровье мы предпочитаем, чтобы наших активистов были застрахованы. А в каких масштабах вы будете действовать, в каких территориях? Потому что вот есть центр города, но кроме центра еще там столько точек разных. Вот как вы планируете вот эту деятельность? Охват какой у вас будет? Охват в рамках Самары у нас, охват вся Самара, в рамках области у нас вся область. Да, это какой-то грандиозный охват. Проект реально очень большой, проект очень амбициозный. Пока, вот на данном этапе, да, проект заработал, есть первые плоды. В масштабах области, значит, в Тольятти назначен координатор народного контроля, это также общественник, который неоднократно уже работал там многие годы и по Самаре, и по Тольятти. Богомолов Алексей есть такой, значит, он назначен координатором по Тольятти. Также сейчас назначены координаторы по Сызрани. И мы сейчас уже пытаемся выходить уже в сельские районы отдаленные, потому что есть своя проблематика. Это территория, во-первых, очень большая в области, да, и мы сейчас пытаемся налаживать именно взаимосвязь с местными отделениями полиции, с районными. Работать с ними напрямую, это вопрос буквально, я думаю, одного-двух месяцев, и в каждом районе области, даже в самом отдаленном, будет существовать наш проект. Да, а в чем специфика городской вот такой проблемы и в сельской местности? Вот это же в этом тоже нужно разбираться? Да, конечно, в сельской местности сложно. В чем сложность в сельской местности в том, что, во-первых, маленькая территория, меньше отсюда социально активных граждан, плюс глубокая взаимосвязь тех предпринимателей, которые работают на земле, с представителями власти. Как ни крути, то есть это надо понимать, если это село, если это сельский район, то это все живут на одной улице, очень глубокие устоявшиеся связи. Да, они. Трактичного обращения с гражданами. Это двусторонний контроль. И эта система сдержек и противовесов, она нормально работает, и я думаю, в конечном итоге даст свои плоды. Скажите, пожалуйста, вот инициатива генерала Сергея Солодовникова, о котором вы уже упомянули, что он предлагает запретить торговлю спиртных напитков после 17 часов. Вот как вы к этому относитесь? Потому что, мне кажется, это не такая популярная мера. Я резко положительно отношусь, я к нему не пьющий. Мне, в принципе, все равно, понимаете. Что они продаются, что они не продаются. По поводу 17 часов, я вам скажу больше. Есть инициатива запретить продавать на первых этажах домов. А, так еще так далеко пойти? Понимаете, суровые времена требуют суровых мер. Наш город принимает чемпионат мира. Скоро. Реально, это может быть кажется, что далеко. На самом деле, это время пролетит очень незаметно. Когда люди приезжают с других регионов в наш город, они удивляются количеству этих разливаек, так называемых. Неоднократно, я думаю, каждый житель города, кто элементарно ходит по своему району, знает их несколько. В павильонах это просто выпил, тут же за 5 рублей занюхал печенькой и весь день свободен, что называется. Это та категория граждан, которые потенциально склонны к совершению преступлений, склонны к совершению противоправных действий. Нет смысла, я считаю, есть много проектов общественных, неплохих, которые борются, например, с распитием алкогольных напитков во дворах. Но я считаю, нет смысла бороться с распитием, когда можно бороться с тем, кто продает. Потому что распивают эти люди, их разогнали, они собрались, продолжают распивать. Закрыл разливайку, им просто негде приобрести, надо идти в другую. Это какие-то проблемы создает для людей. Или дома сидеть. Или сидеть дома. Дома, соответственно, уже соседи на этих людей будут жаловаться, будет приходить сотрудник полиции, будут приходить офицеры полиции, которые будут уже непосредственно этих людей брать на контроль и применять к ним меры реагирования своего. Только так. Этих людей, это позиция не только моя, это позиция и генерала Солодовникова. Мы с ним в этом плане, я думаю, единодушны на сто процентов, что этих людей надо с улиц загнать назад в свои дома, в свои квартиры, в свои канализации, где бы они ни обитали. И там уже их ловить. Это для общества будет самый правильный подход. Да. Не далее, чем вчера, Солодовников заявил о том, что лично снесет два питейных заведения или два киоска, как это вот что-то вот это. А есть уже какие-то факты и дела? Обещание сдержано. Потому что говорить, мы все общественники хорошо говорим, а вот что сделано? Обещание сдержано, на самом деле. Только что, буквально час назад, на эфир я приехал с мероприятия по сносу, по демонтажу двух незаконно поставленных киосков. Лично там присутствовал генерал с аппаратом ГУМВД. Лично там присутствовал начальник полиции города Блохин Дмитрий Владимирович. Соответственно, лично присутствовали представители, руководители нескольких общественных организаций. Широко освещалось все это в СМИ. Я думаю, что в ближайшее время жители города, жители региона увидят эти репортажи. Генерал конкретно сказал, что на еженедельной основе два киоска, две незаконные точки будет ликвидировать он сам. Соответственно, остальная работа будет проходить уже под его руководством. Но еженедельно он обещал две точки ликвидировать. Я думаю, что он эти обещания сдержит, потому что, понимая, что человек работает менее двух месяцев на самарской земле, и видя те результаты, которых он добился, в том числе из ДНД, просто небольшая статистика, это в конце 2014 года на город Самару приходилось 19 пеших патрулей. Сегодня их 240. За такой небольшой срок. Да, то есть нужна была просто воля, нужен был просто крепкий руководитель, который бы взялся и сделал. На улицу выведены все сотрудники полиции, начиная от младшего состава, заканчивая руководителями МВД области. Да, и даже вот их видно. Вот люди стали их видеть. Я тоже вот выходила на прогулку в выходные дни, и как-то непривычное уже такое зрелище, да, что идут полицейские, по-моему, даже дружинники. Позиция генерала здесь очень простая. Человек должен дойти беспрепятственно с работы до дома, из дома на работу. Спокойно и без проблем. Пациентов, будучи уверенным в своей безопасности. Система светоотражающих жилетов, в которых сейчас ходят все дружинники, она на это и рассчитана. То есть у него радиус видимости около 500 метров, соответственно, человек уже понимает, что видит этот жилет, он понимает, что он находится в безопасности какой-то. Буквально у себя под окнами наблюдал, один патруль заходит за угол, из другого угла появляется другой патруль. Действительно чувствуешь себя в безопасности в такие моменты. Да. Ну, в подтверждение ваших слов, что не только слова, но и дела совершаются, мы сейчас посмотрим репортаж о вашем коллеге из ночного дозора. Ночной дозор, по-моему, да? Ночной патруль. Ой, ночной патруль. Ну, а затем продолжим разговор. Среди участников ночного патруля в основном мужчины, рука об руку с молодыми автолюбителями, водители со стажем. Чтобы стать членом общественного движения, каждому пришлось пройти проверку. Обязательные условия – отсутствие судимости и факты лишения водительских прав. Теперь общественники будут тесно сотрудничать с дежурными экипажами ДПС во всех районах города и сообщать о нетрезвых водителях на дорогах. Уже определён лидер Алексей Сафин за рулём больше десяти лет. Уверен, с поставленной задачей справится. Увидеть, подсказать и предотвратить – это под силу каждому. Там никого не нужно ни зажимать, ни перекрывать. Это всё работа в правоохранительных органах. Наша основная цель – только подсказать, где что. Работать общественники будут на чистом энтузиазме. Вопрос безопасности, говоря, для них принципиален. Начальник областного главка Сергей Солодовников в эффективности такой работы уверен. Опыт отработан в Кировской области. Для всех, кто будут лишены права вождения судом, мы их в списке вывесим в интернет. Пускай со мной судятся, ругаются, спорят. Но мы пойдём на правовом поле, на те меры, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Патрулировать самарские дороги общественники пока будут только по пятницам и субботам. Связь с дежурными экипажами ДПС будут поддерживать по телефону, так и через интернет-приложения. Число активистов со временем планируют увеличить. Ильнур, скажите, пожалуйста, вы будете взаимодействовать с другими общественными организациями? Потому что, как мы, в одиночку всё-таки сложнее работать. И как будет проходить это сотрудничество? Сотрудничество будет обязательно налажено. Мы в одном городе живём, мы преследуем одни цели и задачи. Мы друг другу не конкуренты. Мы делаем одно дело. Взаимодействие будет очень плотное. Вот в данный момент есть уже ряд людей. Это члены Общественного совета ГУВД, которые изъявили желание всячески содействовать вот этому проекту, вообще всем общественным проектам. Конкретно сейчас из нововведений планируется разработка приложения для социальных сетей, для мобильных устройств, в котором каждый гражданин может отметить незаконную разливайку. Вот эти точки, в которые собираются вот эти вот... То есть это будет сайт, да? Это будет сайт, это будет либо приложение. То есть это сейчас мы как раз с техниками, с нашими этот вопрос проговариваем. На базе каких-то там карт, Яндекс-карты, Google Maps, это различные приложения технические, будут такая возможность у каждого гражданина, во-первых, отметить незаконную точку, которая реализует алкоголь. По факту, значит, того, что эти точки отмечают, туда будут направлены представители народного контроля с офицерами полиции, которые примут меры к изъятию незаконного алкоголя, если он там есть, если сообщение подтвердится. Но это еще полбеды, потому что практика говорит о том, что как только полиция уходит, торговля начинается заново. Поэтому в этом приложении будут формироваться маршруты народного контроля и добровольно-народной дружины, которые будут проходить через эти точки. Таким образом, мы обеспечим постоянный контроль за тем, чтобы эта точка либо не работала, либо не реализовывала ту продукцию, которую она не имеет права реализовывать. Таким образом, мы избавимся от того, что как только полиция уходит, все остается по-прежнему, и мы сможем систематически в режиме онлайн контролировать исполнение законодательства. Если пришла добровольная дружина и обнаружила, что точка функционирует, они также в этой сети, в этом приложении делают отметку о том, что точка работает. И туда повторно высылаются наряды. И таким образом до тех пор, пока точка эта не будет работать в правом поле. Да, но это уже нацеленность на эффективность. Действительно, не просто поставила кучу флажков, как у нас много вот этих нелегальных питейных заведений. У вас еще и наглядная агитация. Это что такое? Такое впечатление, что мы возвращаемся в далеко забытый уже старый, потому что можете зрителям продемонстрировать. Не исключено, знаете, не исключено, что мы куда-то возвращаемся. То есть... Лицо рабочего. Лицо рабочего. Как мне пояснили дизайнеры вот этого макета, этот рабочий взят с плаката 40-х годов. Даже так? Да. С 40-х годов плакат как раз посвящен противодействию алкоголизации населения. Интересно наблюдать за реакцией старшего поколения, которые все это помнят, которые все это видели. И они сейчас понимают, что все возвращается. То есть в свое время это все было отменено, все это было как-то разрушено, и пытались создать что-то новое. При этом проигнорировав тот положительный опыт, который был в то время. А он реально был, и отрицать его нельзя. Вот это явно пример положительного опыта, потому что людям нравится, начиная от визуальных каких-то моментов, заканчивая той деятельностью, которая ведется. Мы ее широко освещаем. Люди активно включаются. У нас есть приложение в социальных сетях, например, ВКонтакте. У нас там буквально за два дня мы через эту группу набрали сотню активистов по Самаре. Буквально за два дня. То есть это абсолютно реальные люди, которые пишут, которые хотят работать, которые готовы пожертвовать своим личным временем для того, чтобы улучшить ситуацию в городе. Отклик есть. Просто длительное время власти не слышали людей. Сейчас ситуация меняется. Хочу обратиться к нашим уважаемым телезрителям и задать еще раз вопрос. Верите ли вы в эффективность работы общественников, дружинников, народного контроля и ночного патруля? Да, патруля. И первый вопрос уже пришел. Сообщение. На каждой остановке табачные киоски, в них продают спиртные шкалики. Как можно их запретить их продавать? Анна Сергеевна сообщает. И вообще хочется, чтобы табачных киосков было меньше. Вот уже на табачные киоски тоже такой глаз Анна Сергеевна положила. Тоже они ее смущают. Вопрос понятен, он действительно важный. В каждой, по сути, да, в каждой табачке, так называемой, реализуют. Вот шкалики, это, как я понимаю, имеется, знаете, там, кто как называет, фанфурьки. То есть это настойки небольшие, там, 25-30 миллилитров с спиртосодержащей жидкостью. Конкретно, да, то есть в данный момент принимается ряд законопроектов, запрещающих реализацию вот этих спиртосодержащих продуктов вне аптечных сетей и без рецепта. Потому что многие аптеки тоже реализуют ее. То есть реализацию без рецепта. Кроме того, вот в том году, в октябре месяце, при поддержке депутата Хинштейна, было проведено мероприятие, также нацеленное на то, чтобы привлечь внимание людей к данной проблеме, как к проблеме алкоголизации населения. Мероприятие прошло с участием, по сути, всех руководителей, всех ведомств, в том числе и правоохранительных Самарской области. Была выработана позиция о том, что необходимо усилить борьбу с этими так называемыми фанфуриками. Одна из инициатив, которая была высказана, это чуть ли не облагать их акцизом. Чтобы их цена была несоизмеримо больше. Потому что, будем называть вещи своими именами, их принимают не для того, чтобы растираться, а для того, чтобы употреблять вовнутрь. Потому что их там разводят в определенной пропорции, получают дешевые, дешевые вот это пойло, да, извините, по факту. Соответственно, наценка на эту продукцию, то есть, если ее цена будет равна бутылке водки, станет нецелесообразно ее приобретать. Да, 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 это будет решением. По последним исследованиям ваших коллег-журналистов в открытом доступе есть в день. В одной табачке около 400 баночек продается. Это колоссальное количество. Если перемножить на количество табачных ларьков, мы получим тысячи, десятки тысяч реализованных бутыльков. Следующий вопрос личного характера. Прочитал в интернете, что вы родственник Кадырова. Так ли это? Вот видите, вы становитесь тоже популярной личностью, права сочетают в интернете. Отвечу, наверное, словами Владимира Владимировича Путина. Без сплетен, жизнь будет скучной и неинтересной. Нет, родственником Рамзана Ахмановича я не являюсь. Его позицию по поводу противодействия алкоголизации населения разделяю. А у него жесткая позиция? Да, есть в интернете много роликов, как он собирает продавцов, собирает руководителей и проводит с ними довольно-таки жесткие разъяснительные беседы в духе, ну как принято это в северо-кавказских республиках. Оценивать личную его деятельность я не беру. Ну раз президент устраивает, значит, как бы свою задачу и функцию выполняет. Вот родственником не являюсь. Да, еще один личный вопрос от меня. Из каких соображений лично вы занимаетесь вот такой общественной деятельностью? У вас есть работа, вы адвокат, да, практикующий. И вот тут такая нагрузка. Не нагрузка. Во-первых, это интересно. Во-вторых, считаю, что есть энергия, есть определенные потребности общества в этом. Сам живу в этом городе, имею ребеночка, да, который так же ходит по улицам, так же видит все это. Есть определенный спрос в обществе на вот такую работу. Общество этого хочет. Народ хочет вот наладить вот этот диалог, во-первых, с властью. Народ хочет убрать эти разливайки. Реально хочет. То есть, конечно, мы сталкиваемся и с негативными отзывами о нашей работе, да, о том, что вот вы там занимаетесь там ерундой, вы это никогда не победите, там это невозможно. Но, опять же, да, если каждый из нас будет критиковать, ну, пускай каждый, кто критикует, выйдет и попробует что-то сделать. Это интересно, это нужно городу, и это в итоге нужно каждому нормальному жителю города Самары. И я думаю, что, ну, тут мало кто сможет со мной не согласиться по этому поводу. — Следующая реплика от Сергея. На даче от фанфуриков умирают люди, их нужно совсем запретить производить. Вот как вы относитесь к такому предложению? Производство, запреты производства. — Понимаете, запреты производства — это, наверное, больше прерогатива правительства Российской Федерации. Дело в том, что вот эти фанфурики, так называемые, они производятся для вполне медицинских там целей. Это для наружного применения, для того, чтобы что-то там растирать, да, там, может, бабушкам, у которых там какие-то там недуги есть, может быть, они и помогают. — И по цене они подходят для бабушек, вот для растирания. — И по цене они подходят. Но, как бы, понимаете, у нас народ очень предприимчивый и понимает, что вот есть вот такой момент, что можно приобрести, можно употребить. То есть, опять же, контроль в плане, что реализации по рецепту, я думаю, это нормальная позиция. Если бабушке нужен препарат, она получает рецепт, по рецепту его приобретает. Вот это, наверное, самая оптимальная позиция, но эта позиция невыгодна производителям. Потому что их обороты упадут там в десятки, в сотни, может быть, в тысячи раз. Потому что если посмотреть, сколько из них приобретается для применения наружного, сколько там в пищу, да, употреблять, ну, это, конечно, разница будет колоссальная. — Вы, как общественник, можете констатировать, что сегодня гражданская активность возрастает, да, вот на примере даже вот деятельности ваших организаций, да? Скажите, пожалуйста, как жителям города можно проявить свою гражданскую активность? Вот в чем? Потому что мы все как-то вот, хочется нам, чтобы было лучше, а что делать, мы не знаем. Вот мы только ходим, говорим, как у нас тут грязно, как у нас тут все пьют, курят, ну, и все негативные моменты. А вот что нужно делать? Просто вот горожанам. — Ну, знаете, я как сказать, я могу посоветовать просто вариант для ленивых, да, что называется. Это зайти в нашу группу ВКонтакте и просто сообщить о какой-нибудь точке, оставить свои какие-то данные, чтобы мы могли потом перед этим гражданином как-то отчитаться о проделанной работе, потому что это тоже важный момент — обратная связь. То есть люди пишут, если они не получают назад какой-то обратной связи, какого-то отчета, они могут сказать, что, ну, ничего не делалось. Соответственно, мы призываем, есть ли вариант для ленивых, зайти на нашу группу, в нашу группу в социальных сетях, сообщить о разливайках, сообщить о каких-то противоправных действиях, там, да, реализация алкоголя несовершеннолетним, там, реализация алкоголя без лицензии, сообщить об этом. Наша организация обязательно отреагирует на это. Если у человека есть какая-то потребность активнее включиться в работу, вступить в наши ряды, это не так сложно, это также ВКонтакте группа, у нас есть номера телефонов, они все, в принципе, в открытом доступе, есть сайты, пожалуйста, вступайте, обращайтесь, формируются списки, направляются в ГУВД, ГУВД уже проводит обучение сад этих активистов, страхует, и мы готовы всех этих людей встретить на улице, организовать их работу, организовать их взаимодействие с полицией, чтобы они получили опыт и знание о том, что они что-то значат, о том, что они что-то могут поменять сами. Для людей это важно, и мы готовы им дать эту возможность, проявить себя, прийти и поучаствовать в сносе незаконного ларька, в составлении каких-то административных материалов, в изъятие продукции. Да, и так будет, конечно, гражданская позиция проявляться. Спасибо огромное за то, что пришли, спасибо и за вашу общественную работу. Вам спасибо за внимание в тематике. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин